Смотрите на мою морду, у нас это, как это, у нас такое парево, парево-жарево, это ужас какой-то, я посадила, я горжусь собой, я посадила раз, два, три, четыре куста, вот эти ёлочки, это только за сегодня, все остальные это я уже давно и давно насадила, поэтому вот сегодня я проделала большую работу, значит вот этих вот четыре штучки, лилию вот это одно и для симметрии я посадила вот эту вторую лилию, она это многолетка, паренеал, это я травку посыпала, семена вокруг, к чему я хотела записать это видео, был у нас дождь сегодня, сейчас просто неимоверно парит, и я когда копала ямки, земля сухая, вода просто проваливается, то есть после одного сантиметра все сухо, представляете, еще, вот я не знаю, может кто-то подскажет мне, вот смотрите, вот эти штучки я посадила, я их так обсыпала этим, как оно называется, господи, опилки эти, опилки, вот такую сделала симметрию, ну чуть-чуть симметрию, может так художник я так вижу, может посоветуйте, что-нибудь еще посадить, ну так у меня получилось, мне нужно землю удержать у дома, чтобы она не осыпалась, чтобы корни держали землю, вот моя идея, плюс такой создать ландшафтный дизайн, я такой дизайнер, видите, в розиновых сапогах, вот тут после дождя все вот эти красотки мои чуть-чуть приуныли, ну ничего, завтра чухаются, жутко парит, вот что вот это вот такое, вот скажите мне, пожалуйста, вот она мне вот дала вот эту лабуду, вот смотрите, вот оно вот у нее там вот такое вот растет, и она сказала, что они его едят, что в азиатских странах что-то они его или едят, или суп делают, и она сказала, вот так вот надо отрезать, она такой садовод, как говорится, со стажем, сказала вот так вот отрезать, и оно будет такое ту-ту-ту-ту-ту пышное, я не знаю, что это такое, но на всякий случай взяла, потому что уж там такой уж больно пышный куст у нее, он больше где-то метров-метров трех, вот, и она говорит, что она упустила тот момент, когда нужно обрезать, если бы она его обрезала, вот когда оно росло, то был бы очень такой красивый пышненький куст, который каждый год вот возобновляется, ну вот, если у меня вот эта лабуда будет тут расти, то будет такой пышный куст, будем, как говорится, посмотреть, ну, у нас с моей соседкой, я вам хочу сказать, самые такие, самые такие, ну, у нее конкретные джунгли, если, то, что я в этом году насадила, если я не буду за ним ухаживать, то у меня тоже будут такие джунгли, ох, какой здоровяк, ага, ой, красота какая, да, я балдею вообще, просто балдею, вообще, у меня соседи классные, я кайфую от своего этого микрорайона, единственное, чтобы еще вот этих миксов выселить, было бы вообще шикардосо, все соседи классные, все создают что-то, красивенько ухаживают, райончик тихий, в центре города, представьте, в центре города, 7 минут в любую точку, как говорится, города, смотрите, да, красота какая, и мои ромашки ожили, а яблоки, к сожалению, белки, гады, поворовали все, так что урожая я не буду это иметь, два яблока у меня осталось, одно и второе, а не вру, три, три, три яблока у меня, ну, если не своруют, может, хоть одно попробую, ну, хотя, так я думаю, что вряд ли, с такими этими соседями, вряд ли, а не, вот еще два упустила, вот смотрите, тогда пять, у меня пять яблок, пять яблок, может быть, может быть, да, ну, вот, рассказала вам про наши, как говорится, дела, вот это слово паразит, как говорится, надо от него избавляться, ну, воскресенье сегодня, все сидят по домам, погода такая какая-то, и не дождь, и не какая-то вот слякоть-бякоть, на шопинг ездили, если вам интересно, могу показать, что купила, цены, так что после шопинга вот приехала домой и занимаюсь своим этим садоводническо-наркоманческим делом, вот я такой вот наркоман новенький, ну, я горжусь собой, честно скажу, кто-то уничтожает, а я создаю, я очень много деревьев насадила и кустов, поэтому, и не только тут, и в парке, поэтому я горжусь, я делаю хорошее дело, соседи останавливаются, фотографируют, и моей соседке сад фотографируют, поэтому мы, а пчел, мы тоже поддерживаем пчел, так что мы еще и пчеловоды-наркоманы, всем хорошего вечера! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok